Всем привет, друзья! Меня зовут Ева Северева, а передо мной удивительная хиловиса Наталья Ошей, основательница, вокалистка, автор песен популярнейшей российской фолк-рук-группы «Мельница». Мы очень рады видеть вас здесь, в городе Воронеж. Хотелось бы сразу одарить. Спасибо, очень красиво. Мы находимся в концертном зале «Эвент-Холл», который признан уже одним из лучших концертных залов России. Надеемся, что вам у нас здесь нравится, тем более, что встречаемся мы с вами не первый год здесь. Да, мы каждый год приезжаем. Ну и, наверное, начать стоит с поздравлений, потому что сегодня в Воронеже «Мельница» отмечает свое 20-летие специальной программой 2.0. Да, программа «Мельница 2.0», которой мы посвятили выпуск соответствующего юбилейного релиза в виде аудио, в виде видео, в виде флешек, браслетов, которые у нас продаются на концертах. И, соответственно, соответствующую юбилейную программу мы сейчас возим по всей стране. Насколько нам известно, 20 лет исполнилось группе в прошлом году, и этот самый год выдался максимально жарким, если можно так назвать, для группы. Потому что было сыграно 73 концерта, 36 из которых со специальной юбилейной программой 2.0. Был выпущен действительно сборник и фильм об истории группы. И также были сыграны два мощнейших концерта в Москве и в Санкт-Петербурге, которые стали рекордными по количеству вестей. Да, 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 это такая хорошая планка. Надеюсь, что сегодня Воронеж также сможет немножечко хотя бы подтянуться к этой планке. Скажу сразу, что фанаты уже ждут встречи, они уже там собираются, они переживают. Но они точно уверены, что получат волшебный вечер, они к этому готовятся. Также некоторые фанаты уже оставили вопросы в нашей группе ВКонтакте. Я хочу, кстати, сказать, что Воронеж увидит тот же видеоконтент, который был на концертах в Крокусе и БКЗ. Обалдеть. То есть впервые как раз мы вывезли вот эти наши красивые анимированные картинки, которые идут по заднику сцены. А вот как раз начиная с Воронежа мы начинаем их показывать в регионах. Это очень приятная новость. Я думаю, что фанаты по достоинству оценят и будут просто в восторге. Сразу хочу сказать, что мы быстренько, наверное, так динамично перейдем к вопросам, к некоторым. Потому что сколько бы лет мы не отвечали на вопросы, их все равно не становится меньше. Некоторые из группы ВКонтакте, некоторые, возможно, из прямой трансляции, если мы успеем. Один из вопросов следующий. Сейчас скажу. Валентин Косовский интересуется. Есть ли желание поработать над написанием музыки к кинолентам? Или просто поработать с российской киноиндустрией? И вообще, интересно ли это, хочется ли? Да, конечно. Более того, у нас уже было несколько попыток подобной работы. Нам делали заказы на песни. Из этого получились такие песни, как «Волкодав» и «Обряд». Но, к сожалению, вышедшие киноленты, они не пошли. Ну, может быть, правда, и к лучшему. Но, в принципе, да. Мне бы очень хотелось, конечно, сделать какую-то киномузыку. То есть, в частности, мы обсуждали, когда с Андреем Рубановым, призером Натсбеста прошлогоднего, автором романа «Финист Ясный сокол», потенциальную экранизацию «Финиста». И мы как раз говорили о том, что было бы здорово, если бы Мельница сделала к нему музыку. Так что... Мы будем держать кулачки и ждать результат. Хотелось бы. Так, следующий. Я думаю, вопрос можно уже запускать в наш эфир. Собственно, вопрос немножко странноватый. Может быть, а может быть и нет. Мы надеемся, что у вас хватает времени смотреть сериалы. И пользователь Владимир Виктор спрашивает. Наталья Андреевна, как вам новый сериал «Ведьмак» вообще? Я еще не начала его смотреть. Я начну после окончания тура. В общем, вы тот самый человек, которому все завидуют, потому что вы будете смотреть все разом, не дожидаясь выхода серий. Нет, ну просто я очень люблю книжки. Я прекрасно себе представляю вселенную «Ведьмака». Очень хорошо отношусь к творчеству Сапковского. В игры я не играла и не играю. То есть я не из тех, в общем, людей. Но сериал, конечно, буду смотреть. Ну, поговаривают, что в целом он на серьезном таком уровне. Поэтому будем надеяться, что всем он нам понравится. Ну и говоря немного о литературе, раз уж мы так копнули. Также есть вопрос от Ивана Железняк. Он тоже обращается к вам и спрашивает. Не будете ли вы переиздавать книгу «Сказки, рассказанные в октябре»? Тираж был очень маленький, и все очень переживают и хотят заиметь издание, возможно, иллюстрированное. Книга вышла в цифре прошлой осенью в издательстве «Лайфбук». И мы обсуждаем с издательством возможности издания в хардкопию. То есть это реально. Но у нас сейчас другой немножечко проект с лайфбуком. То есть мы сначала, я думаю, разделаемся с ним, а потом вернемся к обсуждению переиздания «Сказок». Замечательно. То есть надежда есть, и в целом человек услышал свой ответ, и, думаю, будет очень рад тому, что перспектива существует. Еще вопрос. Хочется побольше вопросов прям задать, потому что был прям серьезный интерес у людей, когда мы объявили, что вопросы будут. Итак, ну, наверное, самый такой популярный вопрос. «Можем ли мы ожидать новый альбом в этом году?» спрашивает Мавка. Не знаю, как правильно читается ее псевдоним. И будут ли какие-то дуэты с известными, какими-то, может быть, популярными исполнителями или же... Я так скажу, нового материала, без сомнения, стоит ожидать. Стоит ожидать новой программы с новыми песнями, начиная с осени. У нее даже уже есть имя у этой программы, мы скоро его обнародуем. Насчет альбома нам самим хотелось бы надеяться, что мы успеем. Насчет дуэтов, о, знаете, это уже в последнюю очередь. Уже когда соберется весь материал для альбома, и если мы поймем, что хочется пригласить кого-то из коллег спеть в студии, тогда уже мы будем думать в эту сторону. Ну, собственно, время покажет, да, как говорится, что вообще будет происходить. Но мы в любом случае будем всеми преданными фанатами ожидать, чего будет из этого получаться. Еще такой вопрос. С каким материалом, спрашивает Оля Румянцева, или ароматом вы бы могли себя ассоциировать? То есть, насколько мы знаем, вам интересна тема сравнения цветов, да, именно в палитре. А тут речь идет о том, что могли бы вы себя сравнить с цветком, или с каким-то минералом, материалом или ароматом. Хорошо. Материал – это будет натуральный мех. Зоозащитники не слушайте. Это будет натуральный мех, скорее всего, большая кошка. Плана рыси или снежного барса. Аромат – душистый горошек. Вот так вот. Настолько ярко это сейчас было, что вот прям пахнуло на самом деле. С ума сойти. Еще один пользователь Диана Бугаева задает интересный вопрос. Представьте себе вдруг, что вы стали методистом детского лагеря. Ну, я так полагаю. Я уже была методистом детского лагеря. Неоднократно. Осведомлен. Но вопрос следующий. Если бы вам предложили делать какую-то тематическую смену в лагере, то чему бы она была посвящена? Ну, я всегда отталкиваюсь от места проведения лагеря в своей работе. Поэтому в данном случае нужно было бы в первую очередь решить, куда мы едем. Скажем, мы едем на юг Франции и делаем галлов, мы делаем записки о Гальской войне. Я бы сделала из некоторых детей войска Цезаря, из некоторых детей войска Версегидарикса и устроила бы реконструкцию битвы при осаде Олесии. А если, допустим, все-таки брать Россию? Может быть, что-то вот как раз или северное, или наоборот, южное? Ну, в России, опять же, я бы поехала в те места, которые мне близки, которые я хорошо знаю. То есть это Северный Кавказ. Я бы посмотрела на Кавказский котел, я бы посмотрела на сосуществование кубанских казаков и этнических украинцев, например, в Краснодарском крае, на их сосуществование с черкесами-балкарцами, с кабардинцами. Ну, вот на вот эту вот историю, на казачьей станице Азовской линии. Вот это вот я бы посмотрела. То есть какие-то хранящие могучую историю, места, из которых, соответственно, и будет потом, наверное, стилистика вытекать. Ну, в целом, место по большей части действительно определяет, и вы очень точно подметили этот момент. Еще был вопрос также от Романа Рыбина, и он спрашивает. В текстах некоторых песен вы ведете повествование от мужского лица. А, и он интересуется, есть ли у вас какая-то сценическая ипостась, или же, может быть, альтер-эго, ну, то есть именно от той, от которой вы поете. Вот он говорит, может быть, это дракон? Ну, возможно, человек просто фантазирует на эту тему. Открой вам тайну. Драконы обаеполы. Как хотят, так и делают. Поэтому мужской ипостаси у меня нет. Я просто как артист, как поэт пишу. Иногда, если сюжет песни диктует повествование от мужского лица, значит, будет от мужского. Мне кажется, мы сейчас Романа абсолютно обласкали вниманием, прям так крупным планом. Ну что ж, и такой еще буквально завершающий вопрос. Данила Богословский, он интересуется, почему с таким трепетом вы всегда используете вереск в своих композициях. Мне очень нравится это растение, оно очень нарядное. Если вы когда-нибудь видели, как цветет вереск в Шотландии в августе, это действительно очень красиво. Потому что зеленые холмы на месяц превращаются в пурпурные, или белые, или ярко-розовые. В общем, это чрезвычайно яркое зрелище. Вереск достаточно культовое растение для Шотландии. С этой стороной меня многое связывает. Поэтому, да, поэтому вереск. Ну, собственно, теперь, я думаю, человек будет знать чуточку больше и понимать вообще, почему действительно настолько из души идет именно этот цвет и именно эта энергия. Спасибо вам огромное за ответы. Мы желаем вам такого же приятного концерта, как и все, наверное, остальные. Надеемся, что мы с вами еще встретимся. Конечно же, желаем сил, успеха и всего того, что будет способствовать развитию вашего творчества, которое мы жаждем просто с нетерпением. Смотри, слушай, вынимайся всяческие долгие годы. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.